Добрый вечер, Игнатий Тихонович! Добрый, добрый! С мир вашему дому, братьям, поклонам! С миром! Спасибо, Христос! Я к вам по вопросу Давай По священному писанию Бытие, 9 глава, 20 стих Ной начал возделывать землю И насадил виноградник И выпил он вина, и опьянел И лежал в обнаженном шатре своем И увидел хам, отец Ханаана Наготу отца своего И выйдя, рассказал в умбрате Сим же и отец взяли одежду И положили ее на плечи свои Пошли задом и покрыли наготу отца своего Лисы были обращены на отца И они не видали наготы отца своего Ной проспался от вина своего И узнал, что сделан одним меньший сын Его И сказал Прокрит Ханаан, раб рабов Будет он у братьев твоих Это то, что в качестве нарицательного имени Вошло в историю, в культуру Под названием хамство Вот что такое, Игнатий Тихонович, хамство Во свете Библии Хамство по отношению к Богу Хамство по отношению к родителям Возможно ли хамство по отношению К близким, верующим, братьям Возможно ли хамство К иноверцам и прочим Вот такой вопрос Я заранее хочу сказать Так, в первую очередь Вы не против, что выставляется в интернет? На пользу многим и во славу Божию И второе В прошлый раз нас прервали Если прервется Вы попытайтесь еще несколько раз зайти А я это время не буду отключать А буду насчитывать Дело в том, что У меня на сайте 4124 ответа На вопросы И мне легко Сегодня искать Меня иногда упрекает И сказать На вас ваш авторитет работает Я говорю А я для авторитета полвека отдал На меня авторитеты Пусть маленько поработает Поэтому я Когда в университетах Там вел я занятия Эти вопросы у меня уже Отвечены были Давно Поэтому я частично Кое-что добавляю к ним И сразу ответ нахожу Но вот сейчас я Постараюсь Открыть эту тему Ее снимать будет Он у меня здесь Книга Иова 30 глава 1 стих А ныне Смеются надо мною Младшие меня летами Те Которых отцов Я не согласился бы Поместить Сами стад моих Даже с собаками Не поместил бы их отцов А эти малыши Губошлепут Они надо мной смеются Всячески издеваются Я конкретно говорю Это буквально И у них ни имени Ни фамилии Ничего нету Просто срамцы Вот любой грех Какой ни возьми Любое там Нехорошее явление Оно названо От чего-то От события какого-то Предательство Это грех иудин Но иудство Не называется А здесь конкретно Был хам человек И человек который Хамит Его хамом называют А само явление Хамство Я посмотрел Я больше ничего не нашел То есть это очень Отменное событие Которое буквально Припечаталось Вот читаем книгу Четвертое царство То есть Ее терпел все Отняли детей у него Сатана отнял Имение Он все вытерпел А стали Когда над ним Смеяться Не вытерпел И он припомнил Все У него большие стада Тысячные были Отдельно были собаки Которые охраняли Были те Которые смотрели За этим Кормили Но это люди Самые низшие уже Ступени Как в социальной Пирамиде На ее основании Находятся Даже их отцов Я не согласился Поместить Сапсами Стад моих То есть Он увидел Какие эти люди Срамные Бессовестные Хамье Четвертое царство 223 Пошел он Оттуда Вифиль Пророк Когда он шел Дорогой Малые дети Вышли из города И насмехались Над ним Говорили ему Иди пришивай Иди пришивай Я не могу понять Что их заело Это Ну и вы знаете Как этот грех На них сел Верхом Вышли Две медведицы Он проклял их И растерзали 42 младенца 42 ребенка Взрослые погибли В самолете И то сколько говорят А когда ребятишке 9 утонуло И то Тут шум На всю страну был Президент дал указание Все лагеря Проверить Вот А эти 42 И при том А кому претензии Это Санэпидемстанция Роспотребнадзор А как Медведи нет Ушли Да и Они может быть Были созданы Для того Чтобы навести порядок И опять исчезли Я тут еще хотел Тут одно место Поставить Но тут позвонили мне Исайя 3.5 И в народе Один будет угнетаем Другим И каждый ближним Своим Юношу будет Нагло Превозноситься Над старцем И простолюдин Над вельможию Вот это Революция 17-й год Расплодили Хамье А тут Конечно 37-й год Пособил Все это Лишнее было Уничтожено Мне этот вопрос Задавали Намного раньше Вопрос 4056 Я посмотрел Он в 30-м томе Открытым оком Вопрос Так звучит Случалось ли у вас Такое Что человек Ведет себя Нахально Выскакивает В беседах Никого не посчитает Не слушает Как с ним быть Отвечаю У нас был такой вояка На него шикали Даже самые спокойные Чтобы утишить его Он во время собрания Мог несколько раз Скачить Выкрикнуть что-то Тогда я написал Ему памятку В которой указал Какие есть преграды Чтобы осадить Самого себя Ты будешь знать преграды Вот это я не могу Перелезти Вот это я не могу То есть что тебя удерживает Он взял это И уже дома От руки Хорошим почерком Переписал И даже расширил Позже он все же Снова сорвался И покинул нас Ушел к старобрядцам К староверам Как говорят Этому музатеру Была дана характеристика Во втором томе Открытым оком Вопрос 866 За несколько лет До его краха Считаю Характеристика Вячеслава 25 лет Сам попросил Меня написать ее За 4 дня Что можно узнать Знакомство с ним Произошло У Дубунова Игоря В Покровском соборе 28 февраля 1998 года Когда Игорь Пригласил Славу на занятия Бабушки это увидели Стали отговаривать его Не брать визитку Но Слава Не послушался У вещаний Молитвенец русских И пришел Потом на прогулку В лес У нас в воскресенье Мы ходили Всегда на прогулку Много народу было Занятия Отошли в университетах Везде В апреле Ему разрешили Поехать с нами В Потеряевку Поработать В детском лагере На крестане До этого Слава Слава Сделал важный шаг Ушел самостоятельно Решив Никто не помогал ему Из летного училища Где он учился На четвертом курсе Там я проводил Встречи с курсантами На основании Слова Божьего Отвечая на их вопросы И вот уже тогда Когда Слава Только-только Присматривался К христианской жизни Из него полезло Такое Что мне пришлось Едва ли не расстаться С ним Написав Такую характеристику Наказ Кавычки Славе Как мне видится Твое ближайшее будущее На основании Только недельного Твоего пребывания В Потеряевке Первое Страшная самость Это запущенная болезнь Малоразвитых детей Попытки всюду Соригинальничать И поюродствовать Таким людям Я говорю Ничего не изобретайте Я боюсь их изобретательства Они все переделают Видит Как я делаю И сделает наоборот Видит Куда я ложу вещь Он сделает в другом Я найти ее не могу У меня это Реально Может это Природная Врожденная дурость Заумнищение Ложное понимание Духовности Лжесмирение Лжепослушание Таких доводит До озлобленного Безбожия Сектанства И сумасшествия Второе Малоразвитость Двоечника Нет открытости Это легко Переходит в хамство Берегись Это я писал уже Не сегодня Я говорю когда уже Лет 17 назад Рецепт какой Живи проще Молись Работай Занимайся спортом Живи внимательно Присматривайся К опыту старших Почему я сказал Я видел куда его тянет Ему спорт нужен был Это конкретной личности Какой прогноз Сбежишь в ближайшее время В скобках Возможен бунт Если думаешь Давиться самостью То чем раньше Это случится Тем лучше будет всем В общине При иерархии послушания Тайные лицемеры Не удержатся Радуйся тому Что есть Видишь Соприкасаешься Радуйся Не куксись Пищеварение Будет работать лучше Радуйся Сегодняшнему Пока Смысль Усвоит то Что перед глазами Учись Истинному послушанию Будь интересным Духовно И телесно богатым Интересуйся Полезным Невредным 29 Девятого Апреля Девяносто Восьмого Года Среда Игнатий Лапкин Ну считай Девяносто Восьмого Вот уже Восемнадцать лет Потом Прошло почти Четыре года Срок в который Узнали тебя Побольше чем Тогда Это продолжение Его характеристики Но все Сказанное Тогда Как бы это было Вчера Человек Крайне неуравноешенный Непостоянный Опасный Подозрительный Любит смаковать Чужую жизнь Вот они увидели Отец лежит Раздетый Это хамье Кто с кем Где спит Съезд Ходит Живет По развитию Глупый Когда я спросил Его начальника Акопяна Сергеевича Живаншировича Акопяна Сергея Живаншировича Полковника Приезжавшего к нам На 180-летие Потеряевки А чего же Ваш курсант Такой глупый Как теленок А он ответил А я и сам такой Военные А они Все такие Показали лицо Александра Лебедева Генерала У него же Лесо тюремного Начальника Определение Тоже Лебедев дал Из краевой Алтайской администрации Однофамилец Слава Слишком доверяет Своему мнению Притом Я это уже Когда писал Характеристику У меня опыт был Которая у него Возникает спонтанно И без проверки Может тут же Его ляпнуть Не видя Что оно у него Как всегда Дутое и ложное Страшный хам Что-то хулиганское Не битое До зубодробительства То есть Бить его надо Очень сильно Твердость его Характера Есть просто Глупое самодурство Щедринских героев Страшно то Что это качество Он вмонтировал И в духовную сферу И в быту Не любит советы Что ведет К многочисленным Стычкам Как с верующими Так и с внешними Умело стесняет Разговаривающих с ним Даже Дыбунова Игоря Перебивает в разговоре Тужесть доказать Нелепость Смертворожденной мысли Синдром Третьякова Вызывающая наглое Ердичание Несчастивый Уловляется Грехами Уз своих Но праведник Выйдет из беды Смотрящий Кротко Помилован будет А встречающийся В воротах Стеснит других От плода Уз своих Человек Насыщается Добром И воздаяние Человеку По делам Рук его Путь глупого Прямой В его глазах Но кто Слушает Совета Тот Мудр У глупого Точно же Выхажется Гнев Его А благоразумность Скрывает Оскорбление То есть Ты никогда Не догадаешься Что он Может сделать Ну работают Пошли на мясокомбинат Там Мясо режут И кошки Там какие-то Пришли Видимо Шелудивы Ну кто-то Сказал Ему Там Прогони Или Что А тут Бухгалтерия Там Люди Видят Все Он еще Не думай Взял Ломик И пошел Колотить А люди Видят Верующие Смотри Что делают Ну Грубиян Хотя С женой Дома И ласков Бывает И внимателен Завистливый С этим Определением Он не согласен Будет Но смотрит Почему же Не его На какую-то Должность Избрали Однажды Посылают С нашим Виктором И говорю На южный пруд Надо пройти Там мы делали Прочистку пруда И бульдозер Свернул С кустами Глину И теперь Эти засохшие Сучки Они торчат Из земли Только пошли А я там У нас Такое строение Трехэтажное У меня Балерина Называется Лежу Он вернулся Я говорю А почему Ты вернулся А почему Виктор старше Так я говорю Вас двое Ну а почему Он Ну я говорю Если так Скажи Что ты Старше будешь Ну я сразу Пошел Он пошел И остановился А куда идти Ну какой же ты Старше Когда не знаешь Куда идти Что делать Где пруд С какой стороны Вал наваленный Ну как ты Можешь быть старше Ты хоть один раз Будь сходил Завистливый Вот мне Не ту должность Избрали Упрямейший Эгоист Доверить Ничего нельзя Даже детей Довести Строем До храма Не желает А что Я разве Им начальник Демонстративно Отвернет голову На сторону Чтобы показать Что ему Нет дела Ни до чего Сведет Зрачки До точки Глади Зрачки Делается Как точки Такие Редко Такое явление Понятие О женщине Как о курице Только потоптать Ожидает Ее яйца Но ждать Что она Родит Добрую мысль Вряд ли Допускает Чувство Юмора Неведомо И таким Людям Без юмора Жить бы Только в Старобрядцах Остается Въедливость И едкость Постоянно Рвется И будет Давиться Должностью Адвоката Везде Изо всех Заступаться Роль Надежды Васильевны Веры Федоров В Потеряевке А значит Быть для меня Прокурором Эти две Должности Всегда Нераздельны Ибо Когда приходит Время Судить меня То обязательно Нужно доказать Что ты Судья Не злой А и нужен Объект За кого бы Заступиться Показать себя Обязательно Оказываясь На левой стороне Как перечисленные Выше адвокаты В кавычках Многолетней дурости Нахальность Дикая Природная Из семьи Своей Вынес сюда Наговорит Любых гадостей И давит Чтобы его Выслушали При общем Собрании Можно соскакивать Многократно Нарушая дисциплину Не управляем Не бит Пока с ним Справлялся Только Игорь Добунов Осаживает его Невозрожденность Невоздержность На язык Приведет его К катастрофе И вот интересно Рассказывает Он на стройку Пошел работать Ну и там Какой-то Пришел Казах Или киргиз И что-то Стал спрашивать Он Давай его Оттуда Поносить Да вы Тут приезжайте До вас Тут надо Бить Вообще С ума сойти Ну представь Вот Человек Другой Национальности А он В своем Городе Сверху Кричит Поносит Как знамение Его языка Это режущие Инструменты В его руках Если топор То растещет Ногу себе И не раз Если нож На работе При разделке Мяса То хватанет Себя ножом Симбиоз Колхозного Теленка И бульдога Веря во Христа Тверд Осознанно Принял крещение В полное погружение Упорный В достижении цели Любит братьев Священное Писание Понимает Потому что Тверд В неподчинении Жене Определение Игоря Добунова Трудолюбивый Любит учиться Делать топорище Хорошо поесть И поспать Готов помочь Сразу Если попросишь Натаскает уголь Дрова Помогал и без просьбы И даже сердился Что его не пригласили Что-то сделать Краснобайствовать любит Наобещает И с охотой Что-то сделает И вдруг Ни слова не говоря Не придет Сам решил Все, хватит Мне некогда Необязательность Уличная Подпадает Под чужое влияние Хорошо, если это был Брат во Христе Много считал Но применить К себе не так просто Особенно о молчании О смирении Как не лезть Чужие дела В чужую жизнь Нет жизненного опыта Гибкости Мышления Когда и что Можно говорить Настоящий солдакон Какие бьют И дома И как быков И в Чечне Страшнее всего Грех Самооправдания Это притом И всех у них Одно слово скажешь Он мгновенно Тебя хватает И в этом Ему может быть Равен только Третьяковый Игорь С которым Они могут схватиться Спорить И при безбожниках Так что Тем бы Их и разнимать Нет страшнее Греха Как оправдание Греха С легкостью Может пойти Работать В двунадесятые Праздники И воскресенье Положительно То что Незлопамятен Отходчив И просит Прощения Благословения Когда Куда Едет Чтобы за него Помолились И этим Очень похож На Сашу Дмуху Отступник Самый главный Чем и кончить Может В последнее время Серьезно Стал задумываться О своем духовном состоянии Или это только Показывает Стал спрашивать Совета Староста Крестово-Зижеской Общины города Барнаула РПЦЗ Игнатий Лапкин 6 февраля 2002 года И что интересно Он нигде Ушел к старообрядцам Ну а там Тебя рот-то не дадут Ты раскрыть Там на кулаки Сразу Поднимут Ну видимо Заглох Но где-то Что-то он делает Я не знаю Вот когда на меня Нынешний Роспотребнадзор Стал нападать Он сразу же Выскочил Выходит Наши ролики Смотрят Ну понятно Что на меня нападает Государственная Мощная структура Ну ей и так хватает Что я не соответствую Нормам Нет Что было и не было За 10 лет Все туда пишет Спроси сейчас Зачем Он понятия не имеет Его как-то Встретил Игорь Дебунов Ну прошло то время Это уже больше 10 лет И говорит Ну вот когда уходили Они ушли Из-за чего Увидели что Лавр Метрополит Зарубежная церковь За одним столом Сидит с патриархом Алексеем Вторым Все Наша церковь пала Увидели они сидят Дни обедают Разговаривают Все Это уже никак Ну то есть Дубовость Вот я ему написал Какие преграды Стоящие перед человеком Которые могут И должны удержать От гнева Дерзость И хамство Я написал первое Вот допустим Хам Он должен Сказать Если я промолчу Буду кротким Не отвечу Что я потеряю Что выиграю И он здесь набрал Мест писания Иов 11.3 Экклесиастам 3.7 Псалом 36.11 Матфея 5.5 Притча 11.12 15.1 4 25.15 Яков 1.21 1 Тимофея 6.11 1 Петра 3.15 Эписянам 4.1.3 Экклесиастам 10.4 Колоссянам 3.12 Числом 12.3 То есть Это я набрал А он что-то добавил Сейчас не могу сказать точно Но что-то он добавил Мне так кажется Второе Он должен себе ответить Ну промолчишь какой ущерб Хам не может на этом вопросе остановиться Второе Попытаться увидеть себя его глазами противника Не нарушил ли какие-либо правила Призвать на помощь разум и память Матфея 7.12 22.37.39 Марка 12.30 Лука 10.27 Тавита 4.15 Луки 6.31 Притча 15.32 4.5 16.22 12.8 10.21 Старозаконие 8.2 Сиарахов 31.17 Третье Четко представить разницу в положении Чтобы не разговаривать как с равным Когда разговариваешь Ты видишь что ты студент Это преподаватель Как ты себя ведешь Ты простолюдин А тот князь Вот мы сейчас читали Пророк Исаи это говорит Будет Число 16 глава Притча 25.67 Лука 14.9.10 Еще причина какая Кто ты в данной местности По званию И кто он Допустим ты Кто-то живет у меня на квартире Но я живу на квартире Как я с хозяином буду говорить Он меня вышвырнет и все Или на работе начальник 1 Петра 2.18 Ефесянам 6.5 Колостинам 3.22 Титу 2.9 Исход 22.28 Римлянам 13.1.7 Это очень серьезный материал Теперь в духовном С кем ты разговариваешь Чем опыт больше Кому довериться Себе или ему То есть это преграда Если бы он правильно ответил Он бы уже не хамил 1 Коринфянам 2.14.16 Римлянам 8.5.9 1 Петра 5.5 Евреям 13.17.24 Первая цифра Это глава А дальше стихи Что могло бы его удержать Дальше Статус по опыту Не по званию Популярность оппонента С кем разговариваешь У кого опыт больше С кем споришь Что тот может быть Проработал десятки лет На этом Еще расчет Хватит ли сил устоять Если тебе окажут сопротивление То есть заранее высчитать Лука 14.27.32 Прища 25.89 Ну ты заранее Тарасович числил Идти на войну С 10.000 И против 20.000 И хватит ли материалу построить Дальше Какие еще преграды Своя честь Если ее ценишь И дорожишь Мнением людей Себе Подумай Выдешь ли таким После ссоры Каким был до нее Вопрос-то какой Ты можешь Тебя побьют как собаку И ты Ты же побитый будешь Прища 18.3 23.26.1 Псалом 68.7 Это я ему все дал Это мои цифры Это он может добавлял Не добавлял Я не знаю Какая цель Моего противодействия Если я ценю оппонента То отношения с ним Не ухудшатся ли Когда Игорь его спросил Встретился в магазине Вот 20 лет назад Вы там буянили Он сам говорит Да что попало делали То есть за 20 лет Маленько мозги-то повыветрило Ну просто буйствовали Поставили задачу Чтоб общину нашу закрыли С регистрации сняли Вообразить даже нельзя Давай всякие кляузы писать Людям раздавать Приходили Кто на маление идет Они им давай совать Но ни один еще не принял Дальше Что это даст мне для здоровья Это вот преграды Которые могли бы тебя остановить Хама Я с хамом разговариваю Псалом 11 Иеремеев 45.3 Что это даст мне для здоровья Это тоже сильный тормоз Дальше В духовном плане подтвердить ли это Что я дитя Божие Кроткое и смиренное Но хам такие вопросы задать и не может Это я уже слишком их высоко Оценю Матфея 5.14.16 Иоанна 3.1.10 Филиппийцам 2.14.15 Еще Какой опыт я приобретаю Для будущего наработка Прогресс или регресс Вверх или вниз Влечет меня Вот в этом разговоре Я вижу как глубоко Матфея 25.14.19.21 Луки 12.28 Евреям 5.13.6 Дальше Молитва Успел ли помолиться Перед этим И дает ли это Стимул к молитве Вот я сейчас нахамлю А потом встанешь на молитву Что у тебя на молитве будет Какой опыт приобретаю Сегодня Матфея 26.41 Марка 14.38 Лука 21.36 22.39.46 То есть Выставляя эти места Я показываю Где найти ответ на это И ответ Всегда один Не делай этого Не делай Если передо мной Руководитель Или тем более Организатор Какой-либо организации Я к ним пришел К их уставу Правилам То кто я такой Чтобы хамить Число 9.14 Притча 10.23 Экклесиастам 10.2 Дальше Возраст телесный Чти старшего Духовный возраст Не только телесный Левитам 19.32 Второзаконие 28.50 Иеремия 19.1 Иеремия 12.12 13 32.6 Филипийцам 2.3 Дальше Закон возмездия Это хамство Беспутство Вернется ко мне С избытком Он должен бы сказать Что сеешь Что и пожнешь В первую очередь Через моих детей Потеряв всех Озлобившись Сумели приобрести Подобающую Замену Потерянному Исход 20.25 Дальше Число 14.18 Торзакония 5.9 Дальше Это какие могли быть тормоза нажать Чтобы не хамить Опыт дерзости срабатывает на правиле Зло выборочно не бывает И рано или поздно За подобное действие Получу должный отпор Напоролся Прича 17.13 Иеремия 14.16 Римлян 13.4 Дальше Десятый пункт Поступая так дерзко Каким местом Писания Я могу подкрепить себя Какие места из Святой Библии Обречают меня от имени Бога Если я буду хамить Что говорит об этом народная мудрость Пословицы, поговорки Кто? Кто одобрил меня Из видевших и слышавших Аминь Вот смотри По пальцам сейчас загибай Сколько я причисляю мест В которых ты должен найти ответ Евреям 4.2.12 1 Петра 1.22.23 2 Коринфянам 10.4.7 Ефесянам 6.14.17 Откровение 3.19 Старозаконие 18.18.20 Псалом 118.130 Иаков 1.22 2 Коринфянам 18.4.2 2 Тимофею 2.9 Притча 1.6 18.14 22.12.17 Иов 4.4 Исаия 66.5 Иоанна 12.47 48 Псалом 48.5 Римлян 1.32 14.18 2 Тимофею 3.16 Сколько? Я скажу 22 Представь себе 22 раза Ты можешь соприкоснуться С ответом в Духе Святом Это вот вы Я его ролик выставлю Вы всем хамам можете давать Скажи вот Какие преграды Для исцеления Которые тебе не перепрыгнуть Без повреждения Своего лба 11.3 Не примирившись сразу С проглядом вперед Чего я ожидаю От следующей встречи Будут меня торгаться Или любить и ждать Ефесянам 4.26 27 Псалом 4.56 Ефесянам 4.31 Притча 17.1 17 17.9 10.12 12 И внешность Обозление меняет черты лица Иногда непоправимо Одна такая есть У нее рот Прямо на щеке завернут И что? А я, говорит, обозлилась И в это время Меня, говорит, перекосило Мышцы И нерв оборвался Обозление меняет черты лица Недоверчивый Злобный взгляд Напряженная Жидаю подвоха Замещания Стараясь не встретиться Не разговаривать Из Икиля 7.17 18 Даниила 5.6 Бытие 47 40 Притча 25.23 15.30 27.17 Исайя 2.11 5.15 Притча 16.30 22.17 10.17 12.1 2.Макавейская 14.23 30 Псалом 68.9 Тринадцатая преграда Молва Язык Как об этом Буду рассказывать Ближним Как победитель Кого? Самого себя? При кротком поведении Уважаешь сам себя? 1.Коринфянам 1.26 30 2.Коринфянам 10.17 18 Иакова 3.13 18 2.Коринфянам 12.9 10 2.Закония 28.37 3.Цар 9.6 7 Иеремия 24.89 Иезекииля 5.15 Псалом 68 12.13 Псалом 9.24 21.7 111.7 Прища 15.24 18.3 25 15.23 26.28 Это только на одну преграду столько мест писания 14.7 14.8 При раздоре может вернуться голым Дерзкий ответ сокрушает кости Притча 15.1 Кротким ответом я приобретаю новых друзей и вызываю доверие Нужно иметь здоровый юмор Назревающий конфликт легко разрядить шуткой Матфея 11.29 18.15 5.5 Притча 3.34 12.25 15.13 23 17.22 20.3 22.24 29.23 Псалом 50.19 Стих Колосиным 3.12 Ефесянам 4.2 Яков 4.6 1 Петра 5.5 5 Это глава 5 Это стих И 15 преграда Самообвинение Я создал критическую провокационную ситуацию Стал керосин бензин 1 Тимофея 4.16 Лука 15.1.32 16.14.31 Псалом 50 Притча 15.18 22.24 Это было сказано 10 января 2002 года Подпись моя Это я говорю о хамстве Тут еще Много буду считать Стихотворение мое Оно стихотворение Называю пропой в стихах Не оскудеть бы Разумом под старость Богатство наше Негода Мудрость Бессмысленно Телевизор пялись Подслифовато Через стекла Щурясь Впадают часто В старческий маразм Тому причин Конечно с преизлихом Тут не лицом А с памятью всей В грязь В простейшем разговоре Сел на рифы Ни песен спеть На память Ни молитв Под мелкотравчатого роль Одна и та же И проблеск памяти Увы Пасхальный клип А в общем С каждым днем Все гаже Но нынче мы На лучшем скакуне Мщим по эпохам По пустыням кельям Конечно брежется В конце пути Конец Припомним Что же все же Не допели Без записи Пока шикует память Компьютеру Любому Ставят фору И нашей памяти Бы память Них поставить Установить бы На вершине горной На тренированная Память Удивлением Окружена Есть почесть В изысканиях Ум разжиревших Заплывает ленью Вот у таких Не голого А скальпы Запомнить Не забыть Заветов Два Во всем Главенство Новому Отдали А Духа Божия В нем Вписаны слова Вошли Все сейчас Из запредельной Дали Христос Есть Бог А также Божий Сын Нас возлюбил До самой Крестной Смерти Святая Троица В трех лицах Бог Один Забы во всем Дай Боже В это верить Пенять на память В вечности Не будем Все милости Христу Предстануть явно Мозг засеваете Чудом Словно клумбу Грех отнимает Память Как у пьяных Десятого Одиннадцатого Восьмого Ну и несколько мест Писания Серахов Двадцать два Девять До тринадцатого Говори Юноша Если нужно тебе Едва Слово Два Когда будешь Спрошен Говори Главное Многое В немногих Словах Будь как знающий И вместе Как умеющий Молчать Среди вельмож Не равняйся С ними И когда Говорит другой Ты много Не говори Грому Предшествует Молния А стыдливо Предваряет Благорасположение Вставай Вовремя И не будь Последним Поспешай Домой Не останавливайся Я делаю Тут небольшую Статистику Даю В моих Книгах В тридцати Трех томах Трех томах Открытым оком Мертвых грехов Упоминается И Каин И Иуда Раб рабов Будет он У братьев своих Ну и потом Благословил он Симона Сима И говорит Хаанан Будет рабом ему Бог распространит Теофета А Хаанан Будет рабом ему Задают вопрос Если виноват Хам То при чем Тогда Ханаан Которому И быть Наказанным До конца Мировой истории А не Хаму Святой Иоанн Златоуст Разъясняет Что проклят Именно потом А Хама Ханаан И будет Рожденный От него Рабами И у дяди Сима И у дяди Иофета Ну Сима Это Симита Иофета Это все Белолицы Африканский Континент Невозрожденные В блуде Грубые Дикие нравы Родоначальники СПИДа По каким Отличительным Признакам Можно с уверенностью Определить Что человек Такой-то То есть Полновесный И запатентованный Хам И то что он делает Есть хамство Первое Нераскаянность В этом грехе Приведшим Обладателя Сего звания К проклятию На всю мировую Историю Его И его потомство От хама Покаяния То нет нигде И сегодняшняя хама Ни один не каялся еще В моей жизни Ни одного хама Хотя встречались Они разные Этот грех По отношению К старшему От младшего А не наоборот Ну хам-то он Моложе Но я Сын Возраст Вот здесь Определять хам Или не хам Старший По отношению Младшего Хамом Не встречается В Библии Третье Насмешки Подхахатывает Во время разговора Вот такие у меня есть Говорит и сам Хохочет Подхахатывает Четвертое Сколько мне встречали Все безбородые А только Сощетиной Как бы обязательной Для отличия Этой касты Предателя От прочих Даши Циники Самое непригодное Племя Для евангелизации Как правило Это люди Каким-то боком Касавшиеся Православия А теперь Ищущие Своей личной Реформации Нарушители Постов Канонов И не имеющие Почтения Церкви Вселенской Запоминаю это Шестое Даже в природе Среди бессловесных Это есть Девятое Если бы они Жили свято В страхе Божьем И по совести Но этого Они страшатся Привожу Несколько мест Писания В подтверждение Сказанному Сирахов 2.30 Не возноси себя Чтобы не упасть И не навлечь Бесчестия На душу твою Ибо Господь Откроет тайны Твои уничьи Жить тебя Среди собрания За то Что ты не приступил Искренно К страху Господню И сердце твое Полно лукавства Притча 26.17 Хватает пса за уши Кто проходя мимо Вмешивается в чужую ссору Они всегда это делают Как притворяющийся Помешанным Бросает огонь Стрелы и смерть Так человек Который коварно Вредит другу своему А потом говорит Я только пошутил Где иной больше дров Огонь погасает Это нужно будет просчитать Я тут задержу маленько Дальше До 28 стиха Они как бы и невольно Все время что-то изобретают Не постигши уже известные В этой области Они никого исправить не могут Ибо прокляты В прадеде Аханаане У них нет настоящих друзей Из христиан Они не сделали в христианстве Первого шага И не смогут этого сделать Без полного отречения От самого себя Этой первой ступени Восхождение на небо Вследование за Христом Матфея 16.24 Тогда Иисус сказал ученикам своим Если кто хочет идти за Мною Отвергни себя И возьми крест свой И следуй за Мною Притча 4.24 Отвергни от себя лживость уст И лукавство языка удалей от себя Иезекииле 18.31 Отвергните от себя все грехи ваши Которыми согрешали вы И сотворите себе новое сердце И новый дух Иезекииле 20.27 И сказал им Отвергните каждой мерзости От очей ваших И не оскверняйте себя Идолами египетскими Я Господь Бог ваш Каиного племя Все ушло под воду Но семя убийственного духа Угнездилось в самом ковчеге В Хаме И распространилось в той земле У них земля особая Псалом 104.27 Они показали между ними Слова знамений его И чудеса его в земле Хамовой Ну где они были-то племя В Египте Псалом 105.22 Дивное в земле Хамовой Страшное у Черного моря Новое хамское отношение К вере Христовой у них У всех Оттуда которая происходит Религия Ложь и убийство И несчастье Распространилось на всю землю Террор Клевета Искажение смысла жизни Неудержимая Узаконенная похоть Мстительность Издевательность И насмешка Над отцами церкви Христовой Размножилось по всему миру Но вышло оно Из земли Хамовой Я прочитаю еще Стихотворение свое В чем же Хама вина Почему он хамит Непочтение к отцу проявляя Будут дальше века И от Сима семит И Афет до Руси достигает Хам проклятый Сынишка его Ханаан Насмеялись над промахом Пьяного Ноя Просыпается дед Рядом внук Хуниган И отец Ухмыляется двое Будто тайну открыли Другим невдомек Как сумел Обмешуриться старый Разговор за углом И жестокий упрек И вскисает Собладно паре Зашушукались Тетки и слухи В кустах Их детишки Состроили рожи Потеряли к отцу Уважение и страх И поносят Вылазят из кожи Ни на возраст Не смотрят на авторитет Что и жизнь от него По их жилам Но у них только факты Измазался дед Выпил лишку На свете зажился Африканский чернеет Сейчас континент И хамьё расплодилось повсюду Раб рабов этот хам А у права все нет Так позорят в судах И прилюдно Хам по сути был прав Ну какой же пример Если сам патриарх так купился Учит с кафедры нас Фарисей Лицемер На бесплодной Смоковнице листья Но проснулся отец Обо всем разузнал Запахнулся Прикрыл наготу Как заразу Срамной он Сына изгнал Но Открыта дорога К Христу Белизною У евнуха Ризы блестят Он в небрачниках Слышали Сын Соломона Кто ужален Был хамством Поднимет Пусть взгляд На Христа На кресте Станет Чадом Сиона То есть И хаму Дается Возможность Но еще одно Легко У кого хамство Проявляется В семье Вы вопрос задали А вот сейчас Об этом Сихотворение Ясно что я не сегодня Написал Легко говорить С тем кто знает Писание Кто верит Божественным Страшным словам Не просто считает Но верит Грядут наказания Здесь сердцем поверит Не просто Свой ум Голова Уж если ты замуж Сама добровольно Решилась Язык Прикуси Превратись И с охотой В камень Была ты И бочком Повсюду Затычка И шила Хотя бы Твой муж Был неправ По жестокости Каин Твои обращения От саможаления От ревности Дикой злобы бесовской В печь яростной Ссоры Охапками Мечешь поленья И к матери Тут забежишь За отравленной соской Это жена От мужа Глаза помутило Ему отомстить При детях Гросбух Обвинений Листаешь Все сваи Грызешь И сжигаешь Мосты В грехе Пожил тело Увяло И скоро Растаешь Ты в зеркало Смотришься Шею погладив Под подбородком Мешки и морщины При крике на мужа Медведь Гладиатор Не только От курева пьянки Сгорают мужчины Все это Убойное зверство И хамство Обильный посеп В неокрепшие Детские души За каждое слово На мужа Пойдешь По мытарствам Все ниже Темнее И уже И хуже Твоим украшением Не стало Смирения Безмолвно Покорно Не стало Не быть Лекарства Не груди В молитве Согнулись колени А в мире Решаются Бить И убить Не слышал Разве Как учат В исламе А наших Куражит Мужжей Под каблу Рот В красной Помаде И генское Пламя С пеленок Готовят К абортам На блуд Утишься Доверься Его неприхотливым Вкусам О спорах Забудь Прекословие Не твой арсенал Чеченцы Тебе под бочок А не русского Труса Ты станешь Не хуже Чеченки Какой же Финал В 2001 Год Потеряевка У нас такая Одна была Я ей посвятил Еще Молодые люди Это вам Все что накопили Наши предки Гордым Непокорным Головам Ставятся Эпохою Отметки Постараться Разом Растанжирить Или Приумножить В остократ Проповедовать О мире Во всем мире Разукрасить Соломона В третий храм Судя по всему Вам все равно Ничего Похожего Вам не нужно Выпивка Наркотики Порно Бесконечный Последний Ужин Молодые люди Вы Не жили Изблудившись Лет до тридцати Жеребцы И жадные кобылы Могут только Мерзостью Трясти Ни стыда Ни смысла В этой жизни Наглость Беспредельная И хамство Ваши торжества Сплошная Тризна В слове В деле Дерзость И нахальство Слово Божие Уже Провозвестилось Что живущий Так давно Мертвец В полдень Закатилось Их светило Под котлом Геенским Слышен Треск Вот это Можно досчитать Будет до конца Я его сейчас Проведу Стихотворение Мне трудно Считать Дальше Наследником Кого себе Оставить Я Стихотворение Название Дам А потом Заторможу На куплетах И там Человек Может увидеть Просчитать Это все Тут Встречается Слово Хамство И я Из стихотворений Своих 3467 Стихотворений Я их выбрал Но опыт Мои 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 друзья И слуги Мои враги Сроднились Так со мною Как передать Смерть Сук мой Перерубит Ее сирена Рядом На повороте Воет Дальше Обрещающие Лучшие врачи Я по два Куплета Буду давать Для смотрения Кто пожелает Не начитывая По два Обрещение Не хамство Божий дар Время ищет Место Обстановку Нековарно Нанесет удар Часто в притче Как бы в упаковке Поясняю И дальше Стихотворение называется Пощечину Влепил мне Друг и брат Без лишних И интимных Разговоров Причин к тому Привесших Не собрать В ведре Помойном Компакт дисков По ворох Ну и дальше По два Куплета Я сейчас Их Прогоню Чтобы можно было Считать Кто будет Смотреть И еще Стоит ли Наказывать Ребенка Стихотворение Называется Вот тоже Интересно Это тоже Об этом Вот я По два Куплета Пропущу Потом Посмотрите Смотри Их видно Нет Хорошо Да Теперь еще По два Куплета Отцы Святые Говорят Это Святой Арсений Еще Два Куплета Вот Вот Я это Провел Все Ну вот В общем О хамстве Я показал Все И мне Вспомнилось Их Жития Святых Святого Мартина У него Был Дьякон Бакриций Выходил А он Выйдет Иногда Перед вечером На закат Смотрит Епископ И он Выйдет Тоже Из монастыря Та Его Поносит Ты Старый Хрыщ Сидишь Здесь Он Молчит Однажды Он На него Так Поднял Глаза А там Холм И там Два Эфиопа Стоят И маящат Что Говорит И радуется Что Бакриций Это Делал Он Понял Что Не Сам Хам Это Одержим Демон И он Говорит Бакриций Ты Не Сам Это Делаешь Но Мне Бог Открыл Что Ты Будешь Епископом И У Тебя Против Тебя Будет Все Воевать Такой Ж Подобного И Поэтому Мы Даже Всегда Посмотреть И поступал Ли Я Когда Вот Я Разговарив Там Племянники Допустим Что-то Скажут А у 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 Тихон Дмитриевич Ну Мы Могли Ли Так Сказать Или Подумать Даже Даже Сейчас В Возрасте Я Бо Никогда Даже Не Подумал Сказать А для них Тормозов Никаких Нет Он Может Брякнуть И Как будто Так И Надо Вот Ну У 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 Люди Старшие Нас И Мы Хорошо Это Помним Нигде Ни Слова И Никогда Мы Даже Этого Не Знали И Поэтому Ну А почему Тогда На вас Столько Да Бог Его Знает Сколько Столько Вот Наказывать За дерзостный Поступок За Хамство Лень Отцом Отцам Непослушания Розгу Не Жалей Она Наставит Глупых Стать Человеком Уж Никак Не Помешает Вот Так Интересно Интересный Такой Магент Можно Сказать Квинтесенция Очень важная Прозвучала Ваши Характеристики О том Что Подкаблучник Не разумеет Священное Писание Знаете Вот я сижу Думаю Это действительно Истина Так Вот такая Краткая Фраза Она действительно Очень Ёмкая Может В этом Есть Одна Из Причин Нашей Современной Православной Жизни Кстати Говоря Еще Сейчас Из-за Того Что Мы Думаем Что Что То Потеряем Тебя Не Били Не Давили Горло Не Резали Вот Я Сегодня Специально Посмотрел Фильм Я Не раз Видел Храброе Сердце Называется Видели Нет Шотландия Это 1316 Год Заканчивается Они За Независимость Сангрии Бились Где-то И Самый Последний Момент Можешь Посмотреть Там Минут 10 Отступить От конца Когда Его Придали И Теперь Начинает Его Казнить Ему Показывают Все Инструменты Которыми Резать Будут Его Растягивают Рвут Жилы Все И Показывают Секиру Только Скажи Что Ты Покоряешься Императору И Тебе Голову Сразу Отрубят И Все Не Будешь Мучиться А Он Видно Он Из Всех Сил Выбивается Терпит И Широко Рот Раскрывает И Крещит Свобода А Народ Все Стоит И Дальше Опять Будет Войско Собрано И Они Завоюют Независимость Шотландия Дети Очень Любят Смотреть Этот Фильм Ну И Подобрали Артиста Такого Кажется Роль Гибсона Не Знаю Кто Играет Роль Христа Вот Это Кажется Очень Так Сильно Так Особенно Вот Это Вот Как будто Мощь Если Ты Сам Слышишь Свобода Хам Не Свободен Он Все Время Оглядывается Он Боится Он Отчего Хамит А зачем Боему Хамить Когда Знают Что Ты Теряешь Этого Человека Навсегда Тебе Могут Съездить Это Ты Здесь Широки А Если Тебя Арестуют Ты Одно Слово Только Не Так Сказал Тебе Сразу Зубы Выбьют Как Ты Ответил Кому Ты Ответил Кто Перед Тебой Стоит Ты Не Думай Что Ты Сильный Ты Спать Ляжешь У него Заточенная Ложка Он Тебе Сразу Глаз Выбит Да Вдвоем Ударят Совершенно Слепой Будешь Дальше Это Что Будет Я Прошел По Милости Божией Кое Что Немножко Но У меня Бог Не То Что Я Вопрех Не Имел Никогда Этого А Дальше Живое Слово И Оно Людям Показано Было По Статье Что Я И Говорю И Живу Этим И Притом Когда Начинал Другой Что Гнуть Уже Хамство Я Старался Его Удержать Но Не Всегда Удавалось Так Сразу Что Сказал Что Сказал Повтори Падло И Тебя Подведут Подрежку Никогда Не Говорю А Зачем А Это Хамьё Сегодняшнее Притом Церкви Зачем Вот Так Поэтому Надо Если Это Ваши Близкие Где-то Подсказывать Им Ну Оно Я Показал По Каким Признакам Узнать Это Как Правило Младший Против Старшего Сын Против Отца Он Был Он Забывает Кто Он Такой И Что Из Этого Идет Вот Я Подробно Там Сколько У меня 15 Пунктов И С местами Писания Такого Материала В интернете Нет Нет Вот Такой Уточняющий Вопрос Можно Сказать Что Хамство Это Есть Крайняя Степень Непочтения Так Ну А то Я Плохо Слышу Далеко От Его Переводят Хамство Есть Можно Сказать Что Хамство Есть Правильное Крайнее Крайнее Володя Крайняя Степень Непочтения Крайняя Степень Непочтения Именно Так Именно Так Вот Я Вспоминаю Всегда Воспоминания Мария Кюрис Кладовская Дважды Лауреат Нобелевская Премия Хотя Ее Може Было При Жизни Только Один Раз А Мертвым Она Не Присваивается И Были У Нее Студенты Из Китая Я Говорю Только По Глазам Могла Догадаться Что Они Не Согласны С Со мной В чем То Он Голову Опустит И Все А Это Хамье Они Не Знают Истины Ничего Нет Они Нападают Как Я Называю Кодл Он Со Всех Торон Хватает Он Не Думает Что Это Ему И Вернется Притом Зачем У Тебя Есть Что Конкретно Сказать Он Сказать Не Может Разные Ники Аватары Он Скрывается Возможность Появилась Он Будет Но Когда Тебя Вытащат Там Все Будет По Другому Но Я Туда Не Попаду Пословица Говорит От Тюрьмы До От Сумы Не Зарекается Ты Можешь Быть Бедным В Одну Ночь И Попасть Туда Совершенно Неожиданно На Машину Спятил Там Ребенок Играл У нас На Два Года Посадили Он Не Хотел Он И Не Думал Да Ты Мог Вообще На Машине Ехал Не Туда Крутанул Два Человека Машине Погибли Арестовали Страну Посадили Повлекшая Неосторожность Ну Конечно Ему Не 15 Там 5 Дали Это В фильме Зона Там Показывает Мальчишку Так Так Слушаю Ну В общем-то Все Игнати Тихонович Ответ Обстоятельный Я Услышаю Вопрос От От Нет На Мой Вопрос Что Если Хам То Это Хам Проявляется Во всех Проявлениях И Богу И Родителям И Ближним И Начальством То есть Это Уже Внутри Иногда Такое Я Слышал Даже По Бородегре Таврам А По Делам Хам Да Да Есть Такое Вот Всяк Вот Я Смотрю Ругают Такими Словами Там Безобразный Материат Патриарха Президента Не будет Сейчас Высчитали Арестовали Он Ни одного Слова Дальше Не скажет Ну Говори Когда Допрашивает Ну Ты же Знаешь Что С тобой Там Будет Все Он Сразу Скис А Верующий Как Говорил Так И Говорил Или Молчал Я Отвечаю За Свои Слова Я Говорю Когда Моя Мама Презисла Передачи Мне А Там Специальная Комната Ну Женщины Сидят А тут Перерыв Обед Они Между собой Разговаривают Ты за что Твой сын Да Ни за что Все Это Ни за что Моя мама Слушала Бабоньки Как вам Тяжело Ни за что Дети страдают А у меня Сын За что А за что Да он Бога Людям Показывал Проповедовал Я его Благословила На эти страдания Они Смотрят на него Как больная Старуха У меня Сын За что Страдает Он Отвечает За это Она мне Мать Говорит Ты знал Куда шел А эти Это Ни за что Все Страдают Да Благодарю Игнатий Тихонович Спасибо Христос Вопросы Какие У вас Еще Есть Все Игнатий Тихонович Все Не буду Дополнять Эту Тему У меня Возможность Есть Я может К утру Его уже И поставлю Если На вас Поднимается Подобное Никак Не реагируйте Нам Это Необходимо Гонение Так что Поношение Это Награда От Бога Награда Потому что Другие Перестрадали Брали Арестовывали Жгли Терзали Мучили Вот это Я говорю Даже Посмотри Храброе сердце Обязательно Загляните И концовочку Чтобы я Ну говоря Я видел Свобода Вот когда ты Свободен Тебе зачем Хамом быть Свобода Ну ты видишь Он безобразник Такой А что это Что я скажу Я показал Какие преграды Он развернется Да тебе Сданет По зубам Вот и все Скажи Повтори Что ты сказал А если Ничего не говорил Да ничего Ну а Славу Божию Славу Божию Поклон братьям Спасибо Христос Тебе тоже Брат Поклон Смирно Все Наши братья Все Поклон Передают Роман Приехал Малыш Роман Спасибо Отхожу Хорошо Давай